девочки и мальчики всем привет я отправилась к доченьке лютику увезу вкусняшек 20 пакетиков еды но дочь парфюм без подарочков никак в общем беру с собой представляете я достаю сейчас из сумки коробку с едой говорю лютик иди сюда он там возле порога лежал иди это тебе он смотрит смотрит потом будет мне и идет ко мне тебе вот так затупились показывает мне как он их это тебе тебе смотри читай что написано чё не так укололся не не только острый край очень иди понюхай нравится нет сейчас будем пробовать людечка 20 штук тебе там написано на его вес надо по три штуки в день но мне зрительница написала говорит одну пачку в день остальное можно сухим кормом но я обычно так вот сухой не ездим мешая ты рад хоть а давай посмотрим через то принесли лизе что не так лютичка чё не так чё не так мой мальчик чё не так мой зайчик открыла балкон лютичка лю попку проветривать да чё попочку вот ты на край на самый лег лютичка ты же свалишься тут батареи жарит а чё у вас батареи включен там жарко типа холодно жара невозможно ты моя усе пусечка твоего его с него лезет как пойдем почешемся пойдем в ванну почешу тебя вот то есть тебя пух прямо летит лютичка он загрустил так вот мордочку сделал грустную типа вот такое горе мою к вот такое горе мы как хозяйка никто меня не чашет жопу не проветривает меня никто я у доченьки она меня кормит вот такой вкусняшкой лютик уже поел да далее мужа вкусняшечку но ему все равно интересно что у нас тарелках интересно же да лютичка интересно утепусечка моя утепусечка облизывается сидит маленький мой ты моя утепусечка моя сладкая булочка ты моя утепусечка моя сладкая сладкая булочка даже если ты поправишься все равно мне будешь нравиться я тебя никому 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 не отдам надоели уже зажулькали меня он у меня смотрит с таким недоумением спасите помогите все все отдался отдался твою жизнь финансы рекомен ma Ой, ну это не страшно. Ты давно не кусал меня? Ты меня давно не кусал? Ты меня давно не кусал? Ой, все, ретировался? Ты сдался? Ты сдался? Я победила? Ну что, я вам сейчас покажу свою красоту. Платочек, который я купила. Мы с Ларисой купили себе шерстяные платочки. Здесь 87% шерсти и 13% шелка. Он не мнется абсолютно. Очень теплый, мягкий. Посмотрите, какой он полупрозрачный. Сейчас я его разложу и покажу вам. Вот такой, девочки, у меня красавчик. Он большой, но он прям собирается. Он такой тоненький. Теплый, тоненький и огромный. Метр двадцать на метр двадцать платочек. Вот такой. Редикал шик. Купила купон. Поднялись с Ларисой на третий этаж. Это в магазине Эверест. И там в самом дальнем ателье нам подшили их. Причем так аккуратненько подшили. Посмотрите. Аккуратненько подшили в ателье. По пятьсот рублей мы с ней отдали. Так что у Ларисы скидка была на ее платок 50%, а на мой 40%. Я за свой отдала две шестьсот. И пятьсот рублей я заплатила за подшивку. Девчонки, ну он просто волшебный. И вот так на каждом платочке бренд. Это российский бренд. Можете посмотреть, вот набрать в интернете платки Редикал шик. И посмотреть, сколько они стоят на самом деле. Это натуральная шерсть и натуральный шелк. Вот нам достались. Мне получается за три сто достался этот платочек. А на сайте он стоит 18 900. Понятное дело, он бы мог и 50 стоить. Кто сколько захочет, тот столько и попросит. Ну вот я считаю, что за такое качество 3000 это очень даже хорошо. У меня есть черное пальто. Кашемировое. Буду носить его вот с пальто и на голове. Представляете, никаких кистей нет. Он тоненький, вдвое его можно сложить. И на голову с черным пальто будет шикарно. Ну и с черной курточкой тоже будет хорошо. Длинная юбка у меня есть. Мне кажется, с этим платком будет эффектно очень. В общем, вот такой вот платок. Их там было два купона. Вместе мне вот один отрезали. Еще один остался, девочки. Кому надо, бегите. И я еще с балеринами палантин рассматривала. Но поняла, что на голове его как-то я не смогу, наверное, носить. И платочек мне показался милее. В общем, взяла платок. Остановила свой выбор на платке. Ну ладно. В общем, похвасталась своей обновой вам. Он такой, знаете, как акварелью расписан. У меня по-посадски подобный есть. Подобный. Не такой, а подобный. Я его называю акварельный. Он поменьше размером. И тоже вот такими яркими цветами расписан. А у меня сегодня на обед будет рыбка. Корель. Я ее жарю без масла. Все, можно уже отключать. Просто водички налила. Кусочки посолила, поперчила и воду. Все. И вот так оно томится уже с двух сторон. Можно убирать. В общем, салатик у меня есть. Здесь будет рыбка и салат. Помидоры, огурцы, лист салата, зеленый горошек и лук с укропом. Такой салат. Так. С окном сегодня еще не разговаривала. Так. Облака опять неестественные. Ну что, привыкаем? Солнышко яркое. Видите? Что это? Вот что это? Откуда это падает грязь? И снега-то особого не было. Ну не было снега. Снегопада какого-то не было. А что это у нас на подоконниках? Это откуда эта грязь летит? Ну, сто процентов с неба падает. И не открыть. На улице мороз. А у меня, девчонки, еще же из завтрака не было. Сейчас будет поздний завтрак. Обедать я буду попозже. Обед у меня уже готов. А каша у меня будет сегодня ячневая. Я вчера варила кашу и получается, что на два дня сварила. Сейчас подогрею. Такая вкусная. На молочке с маслом. В общем, на завтрак у меня кашка. Ну вот, это все, что я вам хотела сказать. Спасибо, что посмотрели. А, девочки, напишите, как вам платочек? Мне очень понравился. Там еще есть, кстати, купоны, платки тоже. Разные животные. Зебры, лошади, там, тигры. Какой-то вот такой вот есть платок еще с таким рисунком. Но вот мне цветочный понравился больше. Хотя у меня нет платков с таким анималистическим принтом. Нет. У меня в основном все цветы или однотонные. Но вот как-то мне это милее. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.